всем привет сегодня начнем писать небольшую игрушку она явно будет не закончена потому что начинать писать одно дело а доводить до ума это совсем другое но суть серии роликов будет в том чтобы вы увидели что использовать питон да мы будем писать на питоне или python кому как удобно и так вот что вы все увидели что не так уж и сложно что-то создавать конечно же сложно создавать сложные игры ну да вот так вот простые просто а сложные сложно вот но тем не менее как язык довольно таким питон простой на вот и сегодня попробуем начать создавать вот а дальше посмотрим что получится так вот использовать я решил использовать для этого библиотеку пигей вот возможно вы слышали как раз такая довольно таки добротная библиотечка для создания простых 2d игр по моему 3d тоже можно но я не право и так первым делом я создал просто проект сам гейм вот использую для этого как он там пичарм комьюнити дишин он бесплатен на его можно сказать скачать на сайте вот и для вас для этого вам надо установить питон установить пичарм этот бесплатный и можно приступать итак самый главный файл сейчас создадим это у нас будет файл main но мы все знаем да что и вы все знаете что вообще по классике про любая программа начинается откуда тогда с какой-то точки входа но обычно в сисе плюс плюс эта функция main все шарпи точно так же ну и в других языках но питон он более скриптовый скриптовый язык поэтому там немного не так но там главная точка входа тот файл который грубо говоря установлен как начальный да там для запуска вот короче что нам надо для этого для этого нам надо как минимум библиотечка пигеем импорт пигеем нету вот это то есть смотрите в питоне есть стандартной библиотеки которые мы можем импортировать вот то есть включить весь функционал этой библиотеки в наш модуль есть нестандартной библиотеки пигеем нестандартная поэтому чтобы ее установить проще всего воспользоваться не консолью не терминалом а непосредственно средствами вот этой идея решки да пичарм пайчарм и так что нам надо выбираем файл дальше настройки дальше где это было а вот тут по моему вот и здесь есть встроенный такой python interpreter а вот здесь мы можем установить нужные на модуль но нам нужен пигейм то есть их здесь очень много давайте наберем пигейм вот вот выбираем его и уст делаем установку вот сейчас он установится чё все установился это хорошо теперь теперь его можно смело импортировать импортировать это по аналогии с и си плюс плюсом include ну и в других там языках тоже есть какие-то такие импорты либо инклоды так пигейм импортировать и теперь нам доступен функционал пигейма вот дальше дальше я заведу вот такую вот функцию def main ну можно будет даже вот так сделать даже вот так вот но я так не буду короче потом ее вызову def main вот так вот объявляются функции питоне все просто до языке сиси плюс плюс у нас есть и в java скрипте по моему есть вот такие фигурные скобки в питоне тут здесь все просто здесь просто отступ отступ вот данном случае у меня установлена отступ в 4 пробела так вот создадим первую главную нашу функцию в которой мы про инициализируем даже не про инициализируем давайте просто выведем чего-нибудь на экран на экран на на консоль да hello вот и попробуем запустить смотрите меню run и выбираем run так как у нас конфигурации еще никакой не было то при первом таком запуске потребует создать конфигурацию ну я сразу вот выбираем main вот и все короче заработало так что вы можете увидеть увидеть а смотрите ничего на консоли мы не видим почему потому что это вот объявлено как отдельная функция чтобы ее вызвать вот непосредственно вот здесь можно вызвать нашу функцию и давайте еще раз запустим так от чего ты не сохранила вот мы увидели вывод в консоль или в терминал hello теперь мы приступим к созданию окна да с помощью пигеем это довольно таки легко и просто насколько я смотрел пигеем это вроде бы даже используют sdl то есть это обертка над sdl что такое sdl можете гуглануть поискать ну и меня есть небольшие уроки на канале так что нам надо сделать но скажу сразу игру и особо не продумывал я просто прикинул на бумажечке нарисовал что будет вот ну а дальше 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 будем смотреть по ситуации потому что очень много времени на это требуется чтобы с нуля создать игру полноценную все продумать вот и мой вам сразу же совет сначала продумайте что вы будете делать потому что потом вы будете утыкаться в какие-то простые банальные вещи о которых вы не подумали и в результате будет страдать весь код и проект в целом появятся такие вещи которые называются костыли и и все такое а из-за костылей появятся ошибки а потом надо ошибки править появляются новые костыли костыль на костыле и в результате программа не очень стабильно так продолжим что я говорил я говорил что я сейчас ну в целом я имел ввиду что я буду где-то импровизировать потому что меня готова нормального проекта нету то есть какой-то был набросок вот но сейчас я вижу что нужно создать какой-то отдельный модуль в котором у нас будет функционал по созданию окна вот и грубо говоря доступ к непосредственно к этому окну для этого я заведу еще один файлик и и и назову его так python файл single tons так сеньку вот сингл тонн это такой паттерн то есть если перевести это одиночка здесь будут одиночки то есть объект одиночки которые существуют только в одном единственном экземпляре вот как раз объект который будет представлять наше окно и в целом доступ и мы можем иметь доступ к нашему окну будет осуществляться через вот этот единственный объект одиночку под одиночки также хорошо ложатся логирование то есть логировать надо из разных модулей но иметь один и тот же объект поэтому поэтому вот файлики single tons будут у меня лежать такие классы для объектов одиночек так и сразу же импортируем pgame потому что он нам нужен мы же здесь будем создавать окошко и создадим класс класс создается довольно таки просто в питоне пишем слово класс и дальше имя класса дисплей и две точки вот и собственно говоря вот есть такая стандартная функция она 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 означает языке например c плюс плюс есть конструктор ну там все шарка из конструктора в питоне это вот такая функция init 2 подчеркивания начале 2 подчеркиваем в конце это конструктор есть также деструкта он пишется вот так вот Но деструктор нам в принципе не надо будет Нам нужен конструктор То есть задача какая? Сейчас описать этот класс так, чтобы он был синглтоном, одиночкой Что я делаю? Я завожу внутри класса вот такую перемену Это будет классический синглтон Я не знаю как он называется в питоне И сколько их уже есть Но обычно поздняя инициализация Это синглтон Мейерса классический Поздняя инициализация Это имеется ввиду то, что объект создается при непосредственном доступе к объекту То есть не в самом начале старта программы А тогда, когда кто-то первый захочет получить доступ к функциональности объекта И вот на этом этапе первый раз создается объект А дальше уже используется созданный Смотрите, когда внутри класса мы пишем два подчеркивания Такую переменную, переменные создаем или функции Это означает по аналогии с C++ private доступ То есть извне этого класса мы доступиться к этой переменной не можем То есть это я создаю, грубо говоря, глобальную такую переменную Глобальную, ограниченную этим классом И инициализирую ее вот таким словом none None это в том же C++ или в C 0 или 0 Это значит объект ничего не хранит То есть в инстансе мы будем хранить непосредственно наш объект нашего класса Сейчас все увидите Смотрите, теперь делаю, что я делаю Еще я делаю, создаю функцию А, по поводу этих двух подчеркиваний Точно так же и для функции Если есть впереди два подчеркивания, она скрыта Если одно подчеркивание, она доступна для наследников Ну, в целом, как бы, в питоне такого прям контроля нету Ну, даже в том же C++ можно получить доступ к приватным переменам И в питоне можно, но это, понятное дело, плохой признак Вот Теперь смотрите Так, давайте я сначала создам функцию Так, класс метод Ну, это, грубо говоря, мы объявляем, что функция эстетична Ну, грубо говоря Вот, пока давайте не будем Я, давайте, я на самом деле не буду сильно вдаваться в подробности Вот, чтобы не затягивать урок То есть какие-то вещи вы можете открыть, там, справочник и почитать Вот, самое главное будем смотреть на процесс Итак, создаю такую функцию GetInstance GetInstance У нас будет возвращать непосредственно объект Что мы сделаем? Первый вызов Если Not CLS Ой-ой-ой Так, instance То есть есть not If not If not То есть получается, вот сейчас У нас Ну, этот if не сработает Вот, if not То есть if instance Это означает Если instance не нам Если он что-то содержит Ну, сейчас логику видите Так, if not То мы, что мы делаем? Мы создаем Непосредственно Объект Вот Создаем объект Иначе Даже тут нету иначе Мы возвращаем То есть смотрите Что мы сделали? Мы сделали функцию Для создания объекта То есть любой Кому понадобится Функционал Класса Display Ну, непосредственно Объект и функционал Он будет Вызывать Функцию GetInstance GetInstance Внутри GetInstance Как вы видите Такая простая проверка Если Инстанца Еще нету Вот То есть по факту В данном случае Если Он None Ну, можно даже Например, вот так Если Давайте, чтобы проще Была логика Из Нам Вот Если есть пустой Мы создаем объект Если же он уже не пустой То мы возвращаем Непосредственно Этот объект Дальше Что нам еще нужно? Так как это у нас Класс Будет Отвечать За Создание Окна То Заведем Парочку еще Вот таких вот Переменных У нас будет Размер Нашего окна Screen Resolution И Мы Я На бумажечке Прикинул Это примерно Будет 992 На 640 То есть Что это такое 992 То есть Это будет Типа платформера Я так тоже На бумажечке Нарисовал В котором Будет 31 на 20 Грубо говоря Блоков Вот И такое Окошечко Будет И внутри Этого Окошечка Будет Происходить Наверное Какие-то Все действия Что это За тип Смотрите Я создал Переменную И вот В скобочках Что-то Это Tuple Это Cortesh Вот Давайте Я сразу Тут Напишу Type И Что такое Cortesh Почитайте Довольно Таки Популярная Вещь В питоне Вот Ну Тут Есть еще Такие Списки Такие Типы Как Списки Деревья Ну Хэш Таблицы Или как Они правильно Здесь В питоне Называются Точно Не помню Подождите Screen Вот так Вот Есть Списки Например И Cortesh В чем Разница Списки Можно Изменять А Cortesh Нет Они Один раз Инициализировались Это Крубой Реконстанта Все Изменить Значение Нельзя То есть Поэтому Тоже Нужно Правильно Выбирать Что Использовать Так Смотрите Разрешение Экрана Есть Дальше Будет У нас Цвет Фоновый Вот Можно Его Использовать А можно Какую-то Картиночку Это Уже Потом Решать Вам То есть 0 0 0 Это Черный Цвет Вот И Еще Будет FPS То есть Количество Кадров В секунду Это Будет Равно 30 Дальше Что Нам Еще Нужно Нам Нужна Функция Просто Функция Init Которая Будет Инициализировать Непосредственно Наш Экран Init Вот Вот В этой Функции Init Мы Будем Так Давайте Еще в Конструкторах Кстати Заводят Переменные Ну Хороший Тон Это Вот Здесь Уже Объявлять Какие-то Переменные Внутренние Которые Будут Использоваться Будет У нас Surface И он Будет У нас Начальное Значение Да Блин None Дальше Смотрите Функции Init Я Проверю Если Вот Это Surface Которая Будет Непосредственно Отвечать За Ну Полотно Да За наш Экран Если Surface Из None То Создадим Его Self Surface И Создаем Вот Так Пигейм Дальше 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 Дис Плей Дютью Блин Что То Я Дисплей Дальше Установим Установим Режим Set Mod Set Мод И в этот Set Мод Мы Передадим Наш Наше Разрешение Экран Есть Теперь Теперь По хорошему По хорошему Это будет Инициализация По факту Пигейм Движка Дальше Так как у нас есть Переменные Скрытые По хорошему Надо сделать Функцию Которая будет Возвращать Их Значение Потому что Они нам пригодятся Нам пригодится FPS Наверное Там Фоновый Цвет И Разрешение Экрана Для этого Делаем Вот так Смотрите Можно написать Функцию Дев Дальше Get Screen Resolution Есть И Здесь Непосредственно Вернуть Return Разрешение Экрана Вот Ну смотрите Когда Кто-то Будет Использовать То есть Если Это простая Функция Которая Возвращает Что-то То Можно К Этой Функции Добавить Еще Вот Такое Ключевое Слово Property В чем Различие Если Без Ключевого Слова Property То Когда Мы Объекта Будем Получать Доступ Нам Нужно Смотрите Его Использовать Вот Так Наш Например Object Со Скобочками Вот Это Если Без Property То То По факту Просто Упрощение Если Мы Допишем Property То Это Получается Как Свойство Ну В принципе Так И Называется Property И Вот Эти Скобочки Уже Не Нужно Указывать То По факту Это Визуально Люди Видят Где Есть Свойства А где Есть Вызов Функции Функция Обычно Что-то Выполняет В данном Случа Она Ничего Не Выполняет Она Просто Возвращает У нас Непосредственно Какие-то Перемены Поэтому Давайте Напишем Property И Это У нас Будет Свойство Вот Ну Конечно Можно Еще Можно Еще Здесь Сделать Открытыми Переменные И Тогда Не Получать К ним Доступ Напрямую Но Я Так Делать Не Буду Так Сейчас Я Допишу Эти Пропертя Для Других Переменных И Продолжим Так Вот Я дописал Теперь У нас Получился В Модуле Singletons Один Уже Singleton Display Который Который В принципе Очень Прост В Функции Init Мы Инициализируем То есть Устанавливаем Режим Display Вот 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 В принципе Можно Было Тут Сам Pigame Инициализировать Но Я Сделаю Это Вот Здесь Итак Смотрите Теперь Теперь Нужно Непосредственно Подключить Этот Модуль Import И Пишем Singletons Singletons Вот Дальше Дальше Функции Main Мы Что мы Сделаем Мы Функции Main Первым Первым Делом Инициализируем Наш Pigame То есть И стандартная Функция Вот И Нет Вот Она Есть Следующим Следующим Делом Мы Получим Наш Объект Вот Display Создадим Переменную То есть Перемены Как вы Видите Создавать Довольно Таки Легко Не Надо Ни Типов Описывать Ничего Пишем Singletons Дальше В Singletons У нас Есть Display И У Display Get Instance Есть И Теперь Проинициализируем Выставим Наш Установим Наш Экран В Определенный Режим В данном Случае Вот Создадим Экран С Таким Разрешением Так Смотрите Импортировать Можно Импортировать Вот Таким Образом Import Singletons И Чтобы Получить Доступ К Какому-то Классу Нужно Писать Singletons Точка Display Точка И все Такое Либо Можно From Singletons Import Display То есть Из Singletons Импортируем Display И Вот Вот Так Правильно Вот Теперь Тут Маленькую Буковку Надо Потому Что Чтобы Не Было Батересечения Ну Можно Либо Так Либо Так Либо Еще Можно Еще Один Способ Ну Давайте Я Не буду Путать Буду Использовать Только Один Итак Есть То есть Вот У нас Три Грубо говоря Строчки И По идее Мы Уже Должны Сейчас Получить Окно Давайте Попробуем Запустить Запускаю Как вы Видите Окно Появилось И Сразу Куда То Пропало Вот Ну Все Правильно Потому Что Оно было создано Проинициализировалось И В принципе Сразу же Программа После Инита И завершилась Поэтому Чтобы она не завершалась Я думаю Вы уже понимаете Если Особенно Смотрели Мои ролики То Конечно Нам Нужен Какой-то Цикл Игровой В этом Игровом Цикле Обычно Что происходит Идет Получение Данных Обработка Данных И Отрисовка И Вот так По циклу Выполняются Вот эти Три Действия Соответственно Нам нужен Какой-то Цикл Вот Ну Первое Давайте Создадим While Что-то Что-то Должно Крутиться Пока Что-то Не произойдет Давайте Я создам Перемену Done Равно False Вот Пока Not Done Not Done То есть Пока Done Что Нам Надо Сделать Первым Делом Нам Надо Получить Доступ К Surface Вот К Вот Этой Вещи Которую Мы Получили От Пигейма Когда Установили Режим Вот И Доступ У нас Есть Пропертя Ну Или Функция Мы Можем Получить Доступ К Этому Surface Соответственно Его Нужно Чем-то Заполнить Заполнять Будем Вот Таким Вот Образом У нас Есть Уже Объект Нашего Синглтона Display Пишем Точечку Get Get Surface Так Как У нас Это Свойство Скобочки Можно Не Ставить Дальше И Надо Заполнить Его Чем-то Fill Есть Такая Функция То есть По Пигейму В принципе Довольно Таки Подробная Справка Поэтому Не Стесняйтесь И Лезьте И Смотрите Get BG Color То есть Background Color То есть Мы Наше Surface Наше Полотно Заполним Пустым Ой Не Пустым А Черным Цвет Дальше Нам Нужно Получить Создать Такую Переменную Events Вот PGame И Так Сейчас Event Get Что Это Такое То есть Мы На Каждой Итерации Цикла Будем Запрашивать У Пигейма У Движка Да Какие События Есть И В Зависимости От Накопленных Полученных Событий Мы Будем Принимать Какие То Решения Вот Итак 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 Так Первым Делом Нам Надо Получить Узнать Есть ли События Выхода Из Игры Давайте Вот так If Event Точка Type Равно P Game Cued Выход Да Че А Нам Надо В цикле Еще Пробежаться Там Может Быть Несколько Ивентов Event In Events Вот так То есть Там Может Быть Череда Каких-то Событий Нам Надо Пробежаться Если Хоть Какое-то Из Этих Событий Если Есть Событие Выхода То Нам Нужно Завершить Наш Цикл Done Равно True Есть Вот Дальше Если Нету Выхода Ну Выход Это Обычно Если Alt F4 Нажмем Либо Нажмем У окошечка На кресте То Произойдет Закрытие Окна Соответственно Придет Прилетит Вот такое Событие Вот Но Во всех Других Случаях Нужно Нам Обновить Наш Экран Для Этого Вызываем Стандартную Функцию Пигейма И Update Вот То есть Можно указать Какой-то Прямоугольник Либо же Полностью Весь Экран Ну Тут Тот Кто Уже С С С С С С Немного Знаком Либо Хорошо Знаком Вообще Очень Легко Разберется С Пигеймом Дальше Дальше Нам Еще Надо Установить FPS Как Вы Помните Количество Кадров Секунду Чтобы Это Выставить Нам Нужно Сделать Так Чтобы Была Какая-то Задержка Но В данном Случай Если 30 кадров Секунду То Там Сколько По-моему Или Подождите 60 То Там 33 Миллисекунды Надо Чтобы Была Задержка Но Мы Это Вычислять Не Будем Мы Сделаем Попроще Мы Импорт Нем Даже Принципе Импортировать Ничего Не Надо Мы У Пигейма Сделаем Вот Что Клок И Запросим Такой Вот Объект По-моему Вот так Вот так Объект Клок Дальше Дальше В конце Нашего Нашей Итерации Мы Сделаем Следующее Мы Здесь Можем Указать Задержку Задержка Вот Устанавливается Вот таким Вот Образом Берем Наш Дисплей И Получаем Количество FPS Грубо говоря Здесь Будет Передано 30 А Внутри Этот Тик Сам Рассчитает Сколько Миллисекунд Нужно Подождать Соответственно Каждая Итерация Будет Раз 30 Итераций В секунду По-хорошему Будет Занимать У нас Ну если У нас Не будет Очень Сложных Вычислений Конечно же Потом Надо будет Рихтовать Но Сложных Пока Здесь Не будет Точно Поэтому Можно Смело Задерживаться На Конкретное Значение Потому что Есть еще Такая тема Когда Может быть Загрузка И там Динамически Рассчитывается Какая Задержка Потому что Какой-то Кадр может Например Рисоваться За 1 Миллисекунду А какой-то Кадр За 2 Миллисекунды Или вообще За 10 И соответственно Стандартная Задержка Например 33 Миллисекунды Не катит Надо Динамически Постоянно Вычислять Брать Время Вначале В конце И постоянно Обновлять Чтобы У нас Более-менее Все было Стабильно Но Здесь Нам Это Не надо Это 100% Потому что У нас Довольно Простая Будет Игра Ну Или Подобие Игры Ну И в конце Когда У нас Все Закончится Вот Когда Цикл Закончится Нам Надо Деинициализировать Сам Движок В принципе Если Мы Даже Это Забудем Ничего Страшного Не произойдет Потому что Сам Процесс Завершится Но Тем Не Менее Правила Хорошего Тона Нужно Это Делать Потому что Если Мы Это Не Сделаем Наступит Тот Момент Когда Мы Словим Какие-то Грабли Наступим На Какие-то Грабли Вот Как Вы Видите Было Создано Окошко Вот Окошко Раз 30 Раз В секунду Обновляется Экран Черный Цвет У нас Есть Ну Давайте Быстренько Я Цвет Поменяю Red RGB Давайте Синий И На Этом Сегодняшний Урок Закончим Вот Синий Цвет Так Ну Чтобы Не затягивать Буду Стараться Ролики Покороче Делать Вот Поэтому Всем Спасибо За Внимание Подписываемся Делимся Ставим Лайки Комментируем Всем Пока